Вы смотрите обзор Благосферы от открытого творческого проекта Красное ТВ. Многие новостные агентства сообщают о том, что США направят в страны Балтии 3000 военных, а также технику для укрепления безопасности этих государств в рамках сотрудничества США и НАТО. Военные будут находиться в Латвии, Литве и Эстонии на учениях, однако технику после этого собирается передать балтийским союзникам. На прошлой неделе было объявлено, что 300 американских военных прибудут на Украину для тренировки местных военных. Коммерсант пишет, что Питер обещает собрать евронационалистов, мало не покажется. По словам издания, в их распоряжении оказался список европейских партий, участников Международного русского консервативного форума, который 22 марта пройдет в Санкт-Петербурге. Среди них Греческая золотая заря, Национал-демократическая партия Германии, Австрийская партия свободы, партия шведов, Датская партия, Британская национальная партия и другие. Росбалт публикует интервью с директором ЗАО совхоз имени Ленина Московской области Павлом Грудининым. Контрсанкции в нынешней экономической ситуации уже не помогают российским крестьянам, считает Аграрий. Убрав конкурентов с рынка, власти не сделали второго шага, не направили инвестиции в сельское хозяйство. Зарплаты сельских работников остаются очень низкими. Полностью беседу читайте на сайте Росбалтру. Украина. Потасовки среди первых лиц государства в Киевском парламенте стали настолько частым явлением, что Верховная Рада вынуждена усилить ответственность депутатов за драки друг с другом. Ранее представители блока Петра Порошенко заявляли о необходимости создания парламентской полиции. Корпорация Chevron объявила о прекращении разведки сланцевого газа в Польше. До этого сланцевые проекты были закрыты в Румынии, Литве и на Украине. Польша оставалась последней европейской страной, в которой американцы надеялись найти значительные промышленные объемы сланцевого газа. CRU пыталась сломать шифрование в iPhone, а также установить специальное программное обеспечение в приложении для слежения за владельцами устройств Apple. Об этом сообщает лента RU со ссылкой на Intercept, в распоряжении которого оказались инсайдерские документы Агентства национальной безопасности. В связи с этой новостью эксперты по кибербезопасности подняли вопрос о законности таких попыток CRU подорвать безопасность устройств Apple. «Министерство культуры России может поддержать новый фильм сербского режиссера Амира Кустурицы, если будут достигнуты соответствующие договоренности», – приводит слова Владимира Мединского РИА Новости. Сербский режиссер ввел переговоры с производственными компаниями Никиты Михалкова и Федора Бондарчука. По мнению Мединского, будущий проект важен для ощущения внутреннего единства славянских народов. Это все на сегодня. Как всегда, ссылки на упомянутые материалы приведены в описании к ролику. Комментируйте, делайте репосты, дополняйте, предлагайте интересные ресурсы для обзора. Подписывайтесь на канал Alien.ru и Красное ТВ и до встречи!